Здравствуйте, уважаемые зрители! Сегодня у нас третья часть путешествия в Малайзию и пришло время показать путь, который мы проделали и который нам еще предстоит. Итак, мы вылетели из Алма-Аты в направлении Дохи, в столице Катара. Тут мы резко повернули и полетели в Куала-Лумпур. Это был, наверное, самый холодный перелет в моей жизни, вы видели в первой серии. Раньше я думал, что холодно в Люфганзе, но малайские авиалинии предзошли немецкие. Далее мы поехали на машине на остров Пинанг, остановившись в Ипо, для встречи с Тони и Джеффри Танами. Это первая серия. На Пинанге мы посетили Роберта Лима. Это вторая серия. Мы вернулись в Куала-Лумпур. Теперь нам предстоит утренний рейс Джахор-Бару, встреча с Винсеном Кло. И вечерний рейс обратно в Куала-Лумпур, отдохнув в выходные дни, мы отправимся домой и покажем вам аэропорт Хамат города Дохи. В этой серии вы увидите, лучше я скажу, что вы не увидите, никаких храмов, никаких ресторанов, никаких запотевших аквариумов, не увидите подмен по 90 процентов воды, никакой воды под ногами, не будет протекающих крыш, мутной воды и пугливой рыбы. Тогда что же смотреть? Только красивая рыба в ухоженных аквариумах, на четырех разводнях от 1300 штук выростников, плюс стеллажи с нерестовиками. Ну и аэропорт Дохи. Кому не интересно, можете выключать. Кому интересно, рекомендую срочно подписаться, ибо подписка ограничена. Ну и набраться терпения. Прибыли Винсона Лоу. Вот такое здание. Два таких ангарчика. Вот вывеска. Это его сын. Нас привез. Санка. Какой куча ворот. Как видим, готовят фаршик. Сердце явно не бычи небольшие. Вот уже готовый фарш. Что-то варится. А, вот здесь вот крутится. Крутиться будет. Такая вот штука. Пойдем, Аксен. Вот. Вот такое помещение. Вот человек чистит, как всегда, канавку. Ну не под ноги, как у всех, а в канавку. Кстати, очень красиво все сделано. Это третья разводня, которую мы посещаем. Здесь все гораздо приличнее. Здесь чистые стекла. Что уже само по себе. Мова. Здесь я хотел бы предупредить, что фильм длится рекордные для меня 1 час и 20 минут. Но там есть, что посмотреть для тех, кто любит и интересуется дискуссами. Я не стал переводить все, так как название рыб и простейшие вещи, я думаю, поймет каждый. Но, если что, не стесняйтесь спрашивать в комментариях. Вот смотри, Аксен. Вот это вообще Red Valentin. Он, может быть, называет это Red White. Тебе такие нравятся? А вот, смотри, вот эта рыбка. Тебе. Еще один. Аксен. Продолжение следует... 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 Похоже, это производство Артемии, но что-то ее маловато. Ну и мальков здесь, в этой разводе маловато, в этом помещении. Фильтрация вот такая, проточный вот фильтр и башень. А отсюда уже по трубам в аквариум. Ну, то есть механика просто вот здесь стоит. Вот еще одно помещение. Ну, такое. Здесь немножко другая рыбка. Много большая, крупная рыба. Вот так. Вот так. Вот так. Вот так. Стремиться на передний план. Посмотрите на меня тоже. Заберите меня. Дальдайм на море синимое. Так. Вот так. Продолжение следует... 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 ну вот тех больших как как те большие были он это пантера вот рыба красная похоже на ред валентина red white наверное он называет а вот рыба желтая такое впечатление что ровно та же рыба только разным карапивом красная вот более крупная вот смотри некоторые прокрашенные а некоторые не прокрашенные это давно короче получает вот иди сюда закрутили вот видимо добавки которые добавляют фарш это не знаешь что такое может масло просто какой-то для машинки вот это вроде бы как пара еще раз я снимаю вот пара с мальком вот пара кобальтов вот пара тоже отсажена вот видимо вот так вот самец вот такой должен быть бурый а самка вот такая красная а здесь отсажены как как будто для спаривания но но блюда и модель какие-то леопарды 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 наверно вот аквариумы для нереста вот они с переливами кран а здесь вот вот еще пара вот как он выбирает красные подобраны вот так самка видимо такая прокрашенная вот самец видимо главное чтобы работал вот здесь вот желтые на нерести сидят может быть кормление вроде бы как вот кинули они даже не подплывают вяло-вяло едят и дают еды мало-мало Это может быть не фарш, я не знаю, а палочкой. Разморозили полностью, палочкой дает. Здесь третий аквариум, вроде едят получше, похоже они на самцов больше тут. В первую очередь добро пожаловать в нашу разводню дискуссов. Меня зовут Винсен Лау. Я начал этот бизнес примерно 20 лет назад, в предыдущие 15 лет я не отправлял рыбу на экспорт сам, большую часть рыбы отправлял перекупщикам. Теперь я стал сам экспортировать. Сейчас мы в основном экспортируем, сейчас мы находимся в одной из разводен. Это наша совместная разводня с малайским рыбным хозяйством, так что я арендовал и сделал ремонт и поменял системы. Всего у меня 4 разводни, в каждой немного разные виды дискуссов, чтобы поставлять нашим дилерам. Всю рыбу мы разводим сами. Мы работаем над улучшением генетики рыбы. Например, вы знаете суперпантеру. Официально она появилась примерно 3 года назад через мутацию. И теперь суперпантера отдельный вид дискуссов, полностью отличный от других. Например, от обычного леопарда. Суперпантера. Она отличается количеством стрессовых полос. Он имеет только 14 стресс-полос и суперпантера стала прекрасной рыбой. Она имеет очень много точек. Можете показать типичную суперпантеру? Вот аквариум с суперпантерами. Как вы видите, рыба полностью точечная. Точки начинаются от сноса и идет полное покрытие. И вы можете видеть стрессовые полосы. Обычно 18 стрессовых полос. Это вы видите обычного леопарда. Змею. И у него 14 стрессовых полос. Это большая разница и значит это новый вид рыбы. Другой вид, над которым мы работаем, это красная рыба. Несколько лет назад Джеффри Ян сделал красную рыбу и мы выиграли ряд соревнований. Мы работаем над тем, чтобы рыба была максимально окрашена в красный цвет. Но я вижу, что хорошо окрашенных только отдельные рыбы. Да, мы еще работаем над этим. Вот эти рыбы это новое поколение. Через какое-то время мы закрепим и дадим новое имя этой окраске рыбы. А почему я не вижу красных рыб крупного размера? Получить крупную рыбу красного цвета очень трудно. Это сейчас одна из задач. Сделать красную рыбу размером от 6 дюймов. Сейчас у нас есть много разной красной рыбы и цель получить нужный окрас и больший размер. А что вы скажете о пиджинах и ягуарах? Ягуар это один из видов пиджинов. Почему мы называем ягуар? Потому что внутри некоторых клеток есть пятно. И это мы называем ягуар. Но это от пиджинов. Я думаю, у других разводчиков есть много ягуаров. Я работаю, чтобы у меня был больший процент. У меня процент ягуаров в нересте, я думаю, 10-20 процентов. Можете рассказать о вашей воде, ее характеристиках, как вы работаете с водой, как ее готовите, если готовите. Потому что если вы покупаете рыбу, то вам надо знать ее предысторию. Ну, во-первых, обычно на разводни мы не контролируем часто параметры воды. Причина? Ну, мы не контролируем PH, KH. Делаете ли вы какие-то обработки? Да, мы обрабатываем рыбу каждый месяц 3 дня. Мы используем PP. Это перманганат калия. На ночь мы обрабатываем, потом утром мы меняем воду. Какую концентрацию вы используете? Ну, например, на этой разводни 198 аквариумов. Всего используем 20 грамм на всю разводню. То есть, слегка окрашенный раствор. Ну, да. Как вы меняете воду? Мы не меняем много воды. Каждый день мы чистим дно и вода доливается. Я думаю, что сливается вода примерно на 1 дюйм. Только раз в месяц, когда мы обрабатываем перманганатом, мы меняем воду. Я вижу, что у вас вода чище, чем на других разводнях. Какую воду вы используете? Мы не заливаем все время воду из водопровода. Наша вода сливается в очистительную систему в наши фильтры. Наши фильтры 10 микрон. И вода идет обратно. Поэтому наша вода более чистая. То есть, у вас только механическая очистка? Да. То есть, нет биологической очистки? А, биологическая есть. Мы используем бактерии. Вы добавляете бактерии непосредственно в аквариум? Да. Я могу показать вам нашу систему. Вот наша система. Вода приходит в фильтры 10 микрон. И вода проходит через систему с наполнителем К1. Вот там биологическая система с наполнителем К1. И вода идет в систему и возвращается. А что такое К1? Можете показать? Это сушатся наши фильтры. Мы их меняем каждый день. Водка К1. Очень хорошо. Мне это нравится. Так что мы используем все бактерии PSP в интерьере. Внутри. Это все. А вы меняем 10 микрон? Это наш фильтр бэк. Всего дня мы меняем. Наши работники просто меняем. Для фильтр бэк. И они не нужны для меняем для меня. Поточенчик. Угу. Вы мне можете показать лучшую рыбу на этой разводне? То, как вы считаете? Дайте мне показать вам альбина пантеру. Я вас веду в мою нерестовую комнату. Оказалось, что это далеко не вся разводня. И нерестовики действительно были просто для демонстрации. А настоящие нерестовики находятся в другой комнате. Это комната. Вот это нерестовая комната. И вот альбина пантера и леопард. Вы можете видеть, что это альбина пантера пэ. Это леопард. Альбина пантера и леопард. У них есть икра. Вы не используете конусы? Некоторые рыбы не любят конусы. Тогда мы не используем. Депендая на рыбе. Некоторые рыбы не любят конусы. Мы не используем. Это леопард. Леопард и леопард. Мы делаем это для увеличения рыбы. Для рыбы. Также вы можете видеть, это леопард. Это леопард. Леопард. Леопард? Да. Это леопард. 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 Я уже получил это. Я уже получил это. Да, я уже получил это. Я уже получил это. Да, я уже получил это. Сейчас мы сейчас делаем новую. Мы хотим создать новую аппину. Итак, это будет из-за конца. В следующем году мы можем получить аппину. Это эльтонфура. И это это... Это эльтонфура вахо. Еще раз, пожалуйста. Это эльтонфура. Эльтонфура? Да, вахо. Это выгниит генитический два. У вас можно было видеть это мое. Мальчик вот там. Ааааааа. Да. да да и в саду будет обе но леппер обе но кин випер это стуля это все это стуля обе но обе но обе но обе но обе но обе но они и У меня уже готово. Итак, это более интересное. Это, в самом деле, хэккер-класс. Это хэккер-класс, в самом деле, из Антелла. У меня есть хэккер-класс. Итак, это один из пантера аппино. Вы можете видеть хэккер-класс. Она много. О, она здесь. Да. Да, это так. То есть, вы поставили хэккер-класс? Да. Для того, чтобы хэккер-класс легче. Да. Вот только пошел расплыв. И скоро должны сесть на родителей. Вот уже видно, что будет садиться. Да. Вот здесь. Это хэккер-класс. Да. Это хэккер-класс. Это хэккер-класс. Это хэккер-класс. Это хэккер-класс. Это хэккер-класс. Это хэккер-класс. Очень хорошо. Это хэккер-класс. Да. Потом я могу показать вам. Мхм. 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 Не все хэккер-класс, но... А, это из одного хэккер-класс. Да? Да. Это как вы видите хэккер-класс. Ага. Это хэккер-класс. Ага. Ага. Вы можете посмотреть они полный. Ага. Рысаша сейчас сейчас размером? Ага. Эффи сами водородки ни visual внутри. 3-3.5 витра. Из 12 до месяца до месяца. Сейчас мы начали производительность для этого. Это панте арбино реально. В рынке много панте арбино, они называют панте арбино. Где? Вот это. Вы можете видеть, в самом деле, панте арбино уже вверх, до конца до конца. В отличие от того, что я добавляю панте арбино. Я добавляю панте арбино, только чтобы сделать арбино немного. Потому что мы заметили арбино и арбино, если много, то как много. То есть, то есть, что мы просто добавляем, что мы добавляем немного, чтобы выбрать и убрать. То есть, что мы можем добавить. Немного. Какого? 1 кг мы только в 3 грамм для колороэнсер 1 кг Битхаб 1 кг только в 3 грамм 3 грамм И в каких карафилах вы используете? Мы используем ассенсатин Ассенсатин? Продюсер? Какие? Я очень уверен, ассенсатин 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 Продюсер 100 грамм, 500 грамм. Я думаю, 100 грамм будет хорошо. Я думаю, хорошо. Потом мы готовим. Хорошо. Здесь тоже есть 2 вещи. Абинопантелла и... Абинопантелла. Это тоже Абинопантелла. Здесь тоже есть. Здесь немного маленький. Это около... 4 сантиметра. Это? Абинопантелла. Маленький маленький. Так что, не легко получить Абинопантелла. Всем привет! Великобритании 2. 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 очень красиво очень красиво очень красиво сейчас вы видите на красоте она Какая размера этого пища? 6.5-7". Это 6.5-7". Это бастер. Вы можете видеть, все это уже начинает растить, и начинает взорвать, они смотрят для Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Субтитры создавал DimaTorzok Альтумфлора? Субтитры создавал DimaTorzok 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 это не может быть полностью. Но мы также используем курицу для закрепки. Итак, это тоже из пантера, но я пытаюсь улучшить формы тела, так что вы можете видеть пантера здесь формы тела более похожее. Мы попробуем лучше, чтобы сделать формы тела более ровно. Немного цвета белого цвета? Блин цвета же отличие от черного цвета или чем слой? У нас различные цветы для коров. Из-за качества белого цвета белого цвета. Ну да, и прочее. видишь у него пошел черное вот это черное если в черный аквариум или в аквариум с растениями то она все будет можно постойки трав вот эти молодые видишь крупные осенью сезариям есть здесь я бы и выиграл вот это говорит они все Разводня у Винсона. Это уже третье здание, в которое мы приезжаем. Второе было на первом этаже какого-то офисного здания. Заходим сюда. Здесь мы видим много пустых аквариумов. Много мальков. Оксанта не туда пошла. Помещение огромное. На самом деле, вон сколько тут рядов. Посмотрите. Здесь еще, видимо, не все освоено, скажем так. Смотрим. А вот, посмотрите, видется оно. Ну, как бы вот со смыслом 26-летт. со смыслом и колечком ты имеешь ввиду специально как хотел все пришли посмотреть кого это к нам привели вот что а Продолжение следует... 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 наблюдать здесь есть кондиционеры тут конечно рыбу не видно видно как ее много у нас только аквариумов никогда не будет хотя бы с чужими сфотографироваться приехали в какой-то шопинг-малл супруга довольна как гораздо более интересно ребята решили расслабиться и закурить думаю каждый подобрал рыбу своей мечты действительно было из чего выбрать дальше нас ждет аэропорт в дохе довольно красивый и интересный просто расслабьтесь после просмотра рыбы а сейчас пару слов о паньяновых деревьях по-научному это бенгальский и он имеет много стволов как это получается сначала растет обычное дерево но потом из его веток начинают расти отростки направленные вниз достигнут земли они укореняются и правил превращаются в ствол так получается огромное дерево с множеством стволов я не буду много рассказывать про то как мы долетели доехали показывать дорогу и так далее но вот это аэропорт доху дохи как это правильно сказать через который мы летели в одну и другую сторону вот это тэдди бир в каком-то таком непонятном виде немножко наклонившийся обычные магазины как во всех аэропортах ну обычные немножко в кавычках да он харац катар дюдюфри в общем сейчас пройду и все какие встречу вам сниму вот конечно никуда бриллианты парочка совершенно дьюти-фри беспошлиных машинок дешевеньких комплектация если кому интересует приезжайте берите мотик и макларен так активе мне кажется места мало для большой семьи не получится еще какое-то странное сооружение видимо для детей чтобы они туда могли залезть а там оказывается человечек самсунг притаился как-то странно в уголочке но огромной площади организованы места для отдыха также есть компании которые оказывают услуги они будут показывать там вот сидят люди делать массаж вот этими приборами наверное не знаю ведь но эти товарищи везде и кругом в нескольких местах что только что здесь закончился ну недавно и только что чемпионат мира по футболу естественно атрибутика фифа на расхват видимо идет сейчас я там вижу одного покупателя не покупателя наверное покупателя вот еще один павильон аэропорта дохи новый только построили сюда возит поезд именно отсюда отправляется самолет на алмату и как всегда гадать даже не нужно с последнего гейта c 93 на минутку задумайтесь ну и тут конечно опять макларион со своим маленьким и семейным салоном как с пятью детьми уложиться и бх альпина сейчас той стороны даже телефон не вмещается как-то огромный против стоят вот такие ноги но если высоко поднять голову то можно ображать все остальное странные уши нос кто такой никто не в аэропорту вот такой сад на два этажа деревья парчок так сказать беседочки влюбленные парочки все атрибуты вот такая дорожка все условия чтобы нас опоздать на рейс так поспать как диагент в ручке у меня и не станешь но возможно быстрее ну и на этом я хотел бы попрощаться спасибо большое за просмотр подписывайтесь и смотрите дальше а и и Продолжение следует...